приветствую всех вы на канале трейд мастер и сегодня у нас 1 фифа 21 обзор маркета в нем мы поговорим о многих вещах и аспектах рынка если нравится контент ребята влепите лайк если вы на канале впервые подпишитесь приятного просмотра но спонсором этого видеоролика является мой надежный партнер папа карло который занимается продажей монет и аккаунтов а с промокодом трейд мастер вы сможете получить у него 10 процентную скидку все ссылки будут описание для начала карточка тонали первые с бча fifa 21 его ван ствач карта стоимость 7800 но за выполнение ее мы получаем карточку на 7 матчей в аренду во-первых или это крутой развод разводняк и спортс и это эту сборку собирать не нужно или это ошибка и используя исправят и в таком случае если мы получаем такую карточку до конца игры не паренду то 7 800 это очень даже хорошая цена то играет серия рекомендую собрать дальше мы говорим о том что через три или четыре часа если не ошибаюсь люди получают уже доступ к полной версии fifa 21 если у них есть предзаказ чемпионской и ультимейт версии что это значит это значит то что многие люди которых именно эти версии игры они возможно не покупали ранний доступ и для начала они будут проходить калибровку дивизионах как вы знаете калибровка дает много стартовых монет с которым можно строить сразу же свои составы и это может закончиться тем что популярные игроки также как и в прошлый четверг очень сильно набрали в цене то есть вы скажете маркет высокий настолько и он может пойти еще выше абсолютно точно да потому что люди нужно кем-то играть понимаете и у нас есть проблема первая проблема то что много популярных карт на маркете сейчас не присутствует и люди должны кем-то играть и это скорее всего произведет к тому что другие карты которые ну создают альтернативу наберут в цене что я имею ввиду если филиппа андерсон да если допустим у нас нет рашфорда слева я знаю если у нас другие карточки максимально дорогие тот же сон то есть альтернатива особо нету максимин они вот могут набрать тот же максимин может набрать потому что нет альтернативы тот же филиппе андерсон может набрать в случае с нападающим даст у нас нет родриго у нас нет вернера тот же ли чарльзом может еще экстра набрать того же марсиале нету то есть люди будут строить свои играбельные составы настроить можно через некоторые всего лишь позиции понимаете и они могут дать еще дополнительный прыжок также я думаю полностью все популярные игроки будут лететь вверх тот же лукас условная ситуация у нас он сейчас идет по максималку то есть его максималка 80000 сразу же назревает вопрос кем будут играть люди и здесь также справа выбора не особо много возможно вильям наберет возможно николас пеппе наберется цене но они уже более такие знаете максимально дешевые варианты в случае с тем что отсутствует лукас может еще экстра пару тысяч взлетит тот же гарет бейл то есть смотрите по ситуации возможно элитные карточки стоит закупить до момента выхода именно этих версий то есть это будет ночью не знаю сколько ночью будет сильная активность людей но я ожидаю что завтра после калибровки я думаю цены все-таки могут снова что-таки пойти вверх на элиту дальше мы говорим о карточка которые исчезли то есть такие карточка грудриго милитао вернер до адама что с ними делать вот тот же марсиаль я думаю если вы их купили продавать не стоит и паниковать не стоит ждите поднятие максималки когда максималка поднимется здесь можно действовать разными путями вот условные ситуации родригу да есть конкуренты у него но тот же ричалюс он от его конкурент он стоит 50 то есть понятное дело что родригу не будет после обновления цены очень дешевым но его люди снайпят уже много-много дней условная ситуация ближайшие там пять часов поднимает родригу максималка сейчас у него на максимум 18 и условная максималка у него 50 или 100 тысяч вот и он сначала может продаваться за 30 потом его люди все будут скидывать и он может может опуститься даже там до двадцатки вернуться обратно даже на 18 тысяч это реально поверьте мне потому что много кто него инвестировал ваш план чем быстрее его продать если вы увидели поднялась максималка и он продается за 30 тысяч скиньте карту за 30 потом переверьте если он продается уже 29 скиньте за 29 и потом спустя два часа полтора возможно он вернется обратно до 18 и тогда вы сможете его снова заинвестировать когда все инвесторы свои карточки продут уже будет натуральный спрос и люди будут строить свои команды и у них наконец-то родригу в команде появится и вероятно что он потом в двадцатки и до 18 уже потом натуральным путем будет двигаться там район 30 или 25 тысяч так что злача ваша быстро скинуть эти карточки и потом когда будет максимальная паника но нужно конечно определить сложно купить эту карточку обратно и как снова вторую инвестицию вот дальше мы поговорим о том что во время открытия паков потому что да люди продают калибровку они откроют получат монетки соберут себе состав и параллельно они еще будут дорожить фифа-поинты потому что люди всегда донатит это такая вот реальность мы от не занимаемся но все таки мы должны отталкиваться от большинства и очень вероятно что после отпития этих пакцов бичи так называемые карточки под сборки продвинутые они могут снова же такие сильно упасть а потом когда открытие паков закончится они могут вернуться в цене обратно что имею ввиду вот условная у нас испорка продвинутых да и вот вы видите такую команду прекрасно это сборка самая дешевая вы просто смотрите на этот вариант запоминаете игроков и когда будет массовое открытие паков она будет ближайшие там возможно 16 часов возможно даже 10 часов то есть этих карта сыпет и вероятно вот тот же колера да вот этот чувак он возможно вот во время этого масса вот какие паков он может опуститься до там 1200 1100 и вы можете его заснайпить или взять поставки и потом когда пока у по не закончится эта карточка может обратно вернуться до 2000 таким образом сможете заработать так что обращайте внимание на эту спорку на эту спорку разные вариации да смотрите каких игроков используют во время спорок вот условный жульен стоит 3 300 может серьезный пак опенинг он падает до 2 вы снайпите дан и потом со временем он возвращается цене вы можете на нем взяла взять достаточно неплохую прибыль как по мне дальше мы с вами поговорим о команде недель которая у нас факт до среды и что это значит да здесь есть ходы инвестирования если вам нужны эти карточки у вас есть ну примерно также 16 часов чтобы их купить возможно даже самые популярные из них стоит купить до выхода ультимейт и чемпионской версии то есть до по моему до 12 ночи условный бенгедр его будет в паках сыпать достаточно редко неважно сколько людей будет 5 пойнт и спрос на него будет всегда расти и также я думаю что и цена будет расти также то есть если он там за 500 падает он вам нужен состав просто берите и забудьте потому что мне кажется он имеет большой спрос тоже лоза на возможно время по опенингов он опустит до 70 там 3 4 возможно его стоит взять варди я бы честно я боюсь варди потому что у нас в пятницу скорее всего будет сборка на лучшего игрока месяца сентября apple там есть кандидаты там есть и карвин карвин льювин да по моему там есть еще какие-то нападающие которые мог в случае победы могут его сильно обрушить то есть сейчас условно выиграет варди и его карточка выйдет 88 рейтинг или 89 и все до свидания информ сильно просядет потому что сборка будет возможно 200к и это ударит по информу также еще есть вариант если там вернеру поднимут максимарку марсиалю родриго габриэль жезусу возможно когда будет людей другие опции они будут скидывать варди понимаете здесь есть нюансы я бы варди не трогал суарес такая же история возможно он выиграет игрока месяца в ла лиге но до пятницы я бы не держал его то есть если хотите то можно его там поснайпить за 90 может 92 и я думаю в среду в четверг перед выходом полной версии игры он вероятно там будет 115 так что может 120 никогда не знаешь каждая история и бруно фернандес гомес то есть если вы видите что у них есть просадка тоже фернандес мне в принципе нравится за 340 тоже гомес не нравится ниже 180 помекану очень популярный я не ожидал думаю ниже 130 и возможно упомяка но также зайдет как вариант поставьте в клуб иньесту по минималке вот этого парня с бундеслиги фонте бенитеса поставьте и в клуб пусть будут если у вас есть лишние монетки по одной карточке заинвестируйте капуто обязательно одну карточку клуб поставьте он честно не напоминает в прошлом году был таки бенедетто он тоже стоил 12000 или 13 когда был пак вышел из паков и он ударил 20 то есть ну я не говорю что он будет 20 но возможно будет 15 и как-никак это такой знаете пассивный доход фати уже 37 если он там 35 снайпится и думаю фати имеет также огромнейший хайп и его будет стоить взять карточку если сможет 2 также вот информ и рейтинг 81 особенно бундеслига немец apple англичанин крутые варианты честно мне такой вариант нравится я по карточек клуб положу идем с вами дальше это у нас прогноз на команду недели номер два и здесь и также хорошие варианты тот же смотрим ливандовский четыре мяча это гарантированная карточка у нас watch он сейчас 220 я думаю вне паков он и 250 может пробить карточка популярная его информ будет очень дорогим его информ будет под миллион наверное 1800 он себя очень дорого стоит ну советовать что-то по мимару смысла не вижу очень дорогой тот же здесь вариант если вы если сон попадет в команду недели он сейчас 350 то сон будет наверное его золотая карточка 450 он очень популярный его люди хотят сильно в состав то есть если вы видите условно на выходит анонс команды недели там сон если он нужен состав покупаете или даже рискните купите сейчас время того же ультимейт версии до чемпионской выхода и поставьте себе просто в клуб играть из-за него такая же история с халаном я думаю халан также получит информа он сейчас 105 по моему поставьте его за 100 за 100 тысяч поставьте себе в клуб сыграйте за него карточка вроде неплохая люди хорошо отзывается о нем вот так что такие вот варианты родригес хамес у него стартовая цена 8 и 9 соответственно он не вырастет потому что карточка ну типа их много на маркете и люди его не могут продать потому что его минималка 8 900 и sports опять накосячили так идем дальше то мне здесь еще нравится салах вы понимаете что ничего не получит в а вероятно уязабаль получит информа также хорошая карточка золотая его может набрать но не факт что он получит эту карточку хальстенберг нравится сильно у него 82 рейтинг как для защитника гол и передача это круто и я думаю он может удвоить даже вне пока то что если там за 2000 его заставить за 2 200 я одобряю и такой вариант не знаю сан максимин потому что он не игрок матча игрок матча у нас по моему вилсон он забил два мяча но максимин как-никак голый голевая хороший матч привел если он попадает в команду недели ух тогда я в золотая карточка с 55 наверное до до 70 наберет мне так кажется есть такой вариант такая история бильдерин смотрите два асиста в победном матче 21 по моему за 8000 думаю можно карточку положить клуб совершенно точно одним словом вот такие вот главные хайлайт то есть именно ведущие игроки до хедлайнеры которые я хотел бы подчеркнуть для вас и для себя также и последние это у нас команда ван стул оч это еще один потенциал заинвестировать наши монетки мы смотрим на эту команду да еще уже официально подтвердили что будет вот суарес он уже сто процентов получает вас watch карточку вот сегодня завтра у вас есть буквально два дня чтобы заинвестировать этих ребят в любых из них тот же алан я видел там у него уже максималка 80 он сейчас стоит 75 я думаю он из маркета может пропасть ван дебек у него максималка 30 он сейчас 22 я думаю на хайпе он также может пропасть маркета вернера уже нет на маркете сана сильно растет я уже даже боюсь его трогать с меда я видел он уже по моему под 40 но я думаю у него еще есть потенциал главная проблема ван стул оч инвестиций это то что у нас будет две команды кто не знает этом году и спорт возможно меняет систему промо возможно у нас теперь будет промо идти три недели представляете себе потому что первая команда ван стул оч с этой пятницы по следующую вторая команда ван стул оч с пятницы по пятницу и потом еще наверное одна неделя или возможно пол недели две команды будут вместе то есть это глупо и мы не знаем кого они поставят условно мы сейчас думаем давай-ка мы заинвестируем деньги все меду и он взлетит а из пояс говорят окей вот вам команда недели часть номер один и семей да будет друг в другой части и таким образом будет обвал его цены то есть угадать кто будет сложно то есть я бы наверное эти золотые карточки вот именно эти я бы их все-таки сливал но скорее всего в пятницу на хайпе вот это мой план чтобы знаете в любом случае не прогадать такой получился обзор ребята надеюсь он был максимально полезным я прошелся по всем таким важным сегментом которые вам реально нужно знать и нужно понимать как заработать куда можно вложить и есть какие примерно риски на этом у меня все ролик понравился лайк подписка пока